Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение псалмов царя Давида, по имени Господи царя Давида и всю кротость его. Мы продолжаем изучение групп псалмов под общим названием «Песнь степеней». Я напоминаю, что некоторые их относят ко временам Давида, а некоторые — ко временам после Вавилонского пленения, когда было восстановление храма. 123-й псалом начинается словами «Если бы не было Господа с нами, да скажет Израиль, если бы не было Господа с нами, когда восстали люди на нас, то живых они поглотили бы нас». Действительно, то, как верующие выживают в этом мире, это очень трудно понять, но мы не просто выживаем, мы продолжаем свое существование. И хотя многие часто говорили, что на этом проекте по названию церковь мы уже ставим крест, так говорили в XVIII веке, так говорили во второй половине XIX века, так говорили в середине XX века, так же говорят и сейчас, в начале XXI века. Но церковь продолжает свое существование. Конечно, если бы не было Господа, то живых нас они поглотили бы, то есть ничего бы не оставили. Значит, за церковью, за ее существованием, за ее выживанием стоит Господь, который сказал сам, «Я создам церковь мою, и врата да не долеют ее». И третий стих. «Когда расперепела ярость их на нас, то вода потопила бы нас». Воды означают часто мир людей, мир разномыслей, мир политики, который пытается затопить мир духовный, ворваться в него сначала такими скромными ручьяками, а потом целыми потоками. Но поток перешла душа наша, то есть этот стремительный поток секуляризации преодолевается нашей душою, и обмершвление души не совершается. «Душа наша перешла через стремительную воду». А стремительную, по-гречески имеется в виду, непреодолимый, непобедимый, непроходимый какой-то такой поток. Но душа наша перешла через него. А вода, Феодорит пишет, под водой, разумеется, бурное вражеское нашествие, как разлив в вод, а может быть и весь период плена Ассирийского и Вавилонского, если группу псалмов, песен, степеней относить ко временам, после Вавилонского пленения, ко временам второго храма. И шестой стих. «Благословен Господь, не предавший нас в добычу зубам их». Зубам их, потому что они хотят сожрать нас живьем, как мы видим во втором стихе этого псалма. Господь защищает нас от ярости их клыков. Седьмой стих. «Душа наша избавилась, как птица из сети птицеловов». Птицеловы – это всякие там какие-то комиссары, там сейчас еврокомиссары, раньше были красные комиссары, которые всячески занимаются дехристианизацией, вытесняют религиозные принципы, причем только христианские, из современного мира, при этом дают свободу агарянам, кому угодно, сектантам, только не людям церкви. Птицеловы – это те «голуби мира», иначе как они называются, всякие посредники между странами, типа там Сороса, Киссинджера, Горбачева, которые там на Боингах летают по миру и проповедуют, как апостолы, новый порядок. Новый порядок. И есть серьезная опасность от этих птицеловов. Они хотят уловлять наши души. А что делает птица, которая вырывается из сетей птицелова, она сразу стремится вверх, как можно выше и как можно дальше от сетей птицелова. Душа наша избавилась, как птица из сети птицелова, сеть прорвалась, и мы избавились. То есть Христос разорвет сети этих птицелов, этих апостолов антихриста и сатаны и сети самого антихриста. И придет освобождение к церкви, гонимой церкви, которая в последние времена будет представлена малым стадом, обращаясь к которому, Христос говорит, не бойся малое стадо, Отец благоволит дать вам небо. И последний восьмой стих «Помощь наша в имени Господа, сотворившего небо и землю». Что значит помощь наша в имени Господа? То есть мы уповаем на Его милосердие. Помощь наша в Его любви, в Его милосердии, ибо слово «Господь» по-гречески «кириус», по-еврейски это четырехбуквенное имя, непроизносимое, которое транслитерируется в Синодальной Библии, как и Иегова, но более правильная транслитерация «яхме» означает божественное милосердие. То есть помощь наша в милости от Бога, сотворившего небо и землю. А зачем это добавление? Мы и так знаем, что Бог сотворил небо и землю. То есть милость нам оказывает Тот, Который сотворил небо и землю, Который сотворил этот мир, Который сотворил этих птицелов и попустил им расставлять свои сети, но Бог никогда, как пишет Августин, не попускал бы зла, не имея намерения и его обратить в добро. То есть все эти искушения последних времен, они минуют, а претерпевший до конца спасется.